Глава седьмая И пришел царь Саманом пировать у Исфири царицы. И сказал царь Исфири так же и в этот второй день во время пира, какое желание твое, царица Исфирь, оно будет удовлетворено, и какая просьба твоя, хотя бы до полуцарства она будет исполнена. И отвечала царица Исфирь и сказала, если я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю благоугодно, то да будут дарованы мне жизнь моя по желанию моему и народ мой по просьбе моей, ибо проданы мы, я и народ мой на истребление, убиение и погибель. Если бы мы проданы были в рабы и рабыни, я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы ущерба царя. И отвечал царь Артаксеркс и сказал царице Исфири, кто это такой и где тот, который отважился в сердце своем сделать так. И сказала Исфирь, враг и неприятель этот злобный Аман. И Аман запрепетал пред царем и царицею. И царь встал во гневе своем спира и пошел в сад при дворце. Аман же остался умолять о жизни своей царицу Исфирь, ибо видел, что определена ему злая участь от царя. Когда царь возвратился из сада при дворце в дом Пира, Аман был припавшим к ложу, на котором находилась Исфирь. И сказал царь, даже и насиловать царицу хочет в доме у меня. Слово вышло из уст царя, и накрыли лицо Аману. И сказал Харбона один из евнухов при царе. Вот и дерево, которое приготовил Аман для Мардахея, говорившего доброе для царя, стоит у дома Амана, вышиною в пятьдесят локтей. И сказал царь, повесьте его на нем. И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардахея, и гнев царя утих. Глава восьмая В тот день царь Артаксеркс отдал царице Исфири дом Амана, врага иудеев. А Мардахей вошел пред лицо царя, ибо Исфирь объявила, что он для нее. И снял царь персень свой, который он отнял у Амана, и отдал его Мардахею. Исфирь же поставила Мардахея смотрителем над домом Амана. И продолжала Исфирь говорить пред царем, и пала к ногам его, и плакала, и умоляла его отвратить злобу Амана, вугиянина, и замысел его, который он замыслил против иудеев. И простер царь к Исфири золотой скипетр, и поднялась Исфирь, и стала пред лицом царя, и сказала, «Если царю благоугодно, и если я нашла благоволение пред лицом его, и справедливо делась сие пред лицом царя, и нравлюсь я очам его, то пусть было бы написано, чтобы возвращены были письма по замыслу Амана, сына Амадафа, вугиянина, писаные им об истреблении иудеев во всех областях царя. Ибо как я могу видеть бедствие, которое постигнет народ мой, и как я могу видеть погибель родных моих? И сказал царь Артаксеркс, царица Исфири, и Мардахею, иудеянину, вот я дом Амана отдал Исфири, и его самого повесил на дереве за то, что он налагал руку свою на иудеев. Напишите и вы о иудеях что вам угодно, от имени царя искрепите царским перстнем. Ибо письма, написанного от имени царя, искрепленного перстнем царским, нельзя изменить. И позваны были тогда царские песцы в третий месяц, то есть в месяц Сиван, в двадцать третий день его, и написано было все так, как приказал Мардахей к иудеям, и к сатрапам, к икобластеначальникам и правителям областей от Индии до Эфиопии. ста двадцати семи областей, в каждую область письменами ее, и каждому народу на языке его, и к иудеям письменами их, и на языке их. И написал он от имени царя Артаксеркса, и скрепил царским перстнем, и послал письма через гонцов на конях, на драмадерах и мулах царских. О том, что царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей и жен, и имение их разграбить. В один день по всем областям царя Артаксеркса, в тринадцатый день двенадцатого месяца, то есть месяца Адара, список сего указа отдать в каждую область, как закон, объявляемый для всех народов, чтоб иудеи готовы были к тому дню мстить врагам своим. Гонцы, поехавшие верхом на быстрых конях царских, погнали скоро и поспешно с царским повелением. Объявлен был указ и в Сузах, престольном городе. И Мардахей вышел от царя в царском одеянии яхонтового и белого цвета, и в большом золотом венце, и в мантии вессонной и пурпуровой. И город Сузы возвеселился и возрадовался. А у иудеев было тогда освящение и радость и веселье и торжество. И во всякой области, и во всяком городе, во всяком месте, куда только доходило повеление царя и указ его была радость у иудеев и веселье пиршества и праздничный день. И многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх пред иудеями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok